Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду делать необычайной красоты в разрезе тортик и очень-очень вкусный. Я этот тортик очень люблю готовить на какие-то зимние праздники и сейчас осень, похолодало. Этот тортик самое то, именно вот сейчас на Новый год, на праздники, просто замечательный будет тортик. Этот тортик называется Трухлявый пень. У него есть еще несколько разных названий, но он готовится из сухофруктов. Я сюда еще добавляю немножечко мака для цвета и грецкие орехи. Но вы можете, собственно, по своему вкусу немножечко поварировать. Можно делать без чернослива, чисто с маком. Тесто здесь очень-очень простое. Для начала беру сметану, яйцо и сахар и просто начинаю это все добро перемешивать до растворения сахара. Тем временем, пока у меня там все перемешивается и растворяется сахар, смешаю муку с содой. Беру хорошенькую, такую половину чайной ложки и перемешиваю просто с мукой. Муки здесь отвесила я 400 грамм. Остальные подмешаю, если мне будет нужно. Но лучше тесто не забивать, оно должно все-таки у нас быть мягким, поэтому отвесила в начале 400 и посмотрю, нужно мне ли остальные 50 или они у меня просто пойдут на подпыл частично. То есть уже буду смотреть по ходу дела. Домешиваю тесто руками. Его нужно будет помесить пару минут, для того, чтобы оно стало потом более эластичным и лучше у вас раскатывалось. Потому что тесто с содой имеет такое свойство немножечко стягиваться. Это тесто практически не должно липнуть уже к рукам, но при этом должно быть не забитым. Немножечко подпыляю стол мукой и домешиваю. Буквально может у меня ушло еще грамм 15 здесь и остальное еще уйдет на подпыл, когда я буду раскатывать коржи. Отправляю тесто в холодильник минимум на полчаса, час. То есть сколько у вас есть времени. Тем временем я буду отвешивать сметану. Так как у меня сметана где-то 15%, я ее буду отвешивать, потому что она у меня будет жидковатая после взбивания. Если вы используете жирную сметану, вам ее отвешивать не нужно. Она у вас и так прекрасно взобьется. Но у меня 15% сметана. Я взяла в два слоя просто обычное хлопчатобумажное полотенечко. Выложила туда всю сметану. Затягиваю резиночку и два противоположных конца связываю. И вот так вот подвешиваю это. Либо в холодильнике, либо сейчас очень холодно на балконе подвешиваю. Обычно я так вставляю лопатку под этот узелочек, либо в холодильнике. И подвешиваю, чтобы стекла лишняя жидкость. Тем временем у меня были залиты мои сухофрукты водой. Водой такой тепленькой, чтобы они набухли. Как минимум на час. Я вообще обычно люблю оставлять на ночь. Грецкие орехи были поджарены у меня в духовке. И измельчены в блендере. И мак немножечко я тоже измельчила в блендере. Все свои сухофрукты пропускаю по очереди сквозь мясорубку. К черносливу добавляю измельченный в блендере мак. А к изюму добавляю орехи. Опять же, это все по вкусу. Если вы не хотите добавлять мак, можете добавить только грецкие орехи. Можно вообще их не добавлять, но с ними намного вкуснее получается. И намного ароматнее выпечка будет. А благодаря маку, этот черный слой будет более таким черным и более контрастным. Красиво будет смотреться, очень в разрезе. Тесто после холодильника я буду делить на 6 частей. Можно разделить и на больше, допустим на 9 частей, чтобы было удобно. Либо на 8. Я разделила на 6 частей, просто потом буду подрезать. Раскатываю тесто в такой, ну где-то сантиметров 15 на сантиметров 50 длиной пласт. Где-то вот так вот. И раскладываю по половине начинки. То есть половину черной начинки, то бишь маковой и черносливной. И аккуратненько ее размазываю практически по всему пласту, не доходя по сантиметру где-то с каждой стороны. Закручиваю довольно плотненько. Если у вас где-то толщина посерединки получилась толще, можете чуть-чуть прокатать эту колбаску, чтобы плюс-минус была одинаковая толщина. Выкладываю на противень, если нужно отрезаю, чтобы у меня поместился в общем наш рулетик на противень. Точно так же поступаю и с курагой, и с изюмом с орехами. Абсолютно точно так же. Тухенько закручиваю, чтобы много воздуха туда не попадало, потому что он потом поразрывает наши колбаски. И вы видите, прокручиваю. Вот так вот у меня получилось. Для того, чтобы не поразрывало от влаги наши колбаски, беру цыганскую углу, либо берете любую шпажку, зубочистку и продырявливаю наши рулетики. Даже если у вас сбоку потрескаются немножко эти рулетики после выпечки, ничего страшного абсолютно. Ставлю их в духовку на 180 градусов, минут этак на 20. Они должны хорошенько у вас сверху поджариться, я бы сказала. И затем нарезаю их где-то сантиметра, наверное, по полтора в толщину. Они должны у вас полностью остыть. У меня получилось таких два противня. Вот такие вот они очень красивые. Что оранжевый. Вот ореховая изюмная начинка такая красивая. И вот такая черная начинка маковая с черносливом. Теперь займемся уже дальше. Вот у меня отвешенная сметана. Я буду использовать здесь килограмм сметаны, потому что люблю очень пропитанные тортики. Опять же, в оригинальном рецепте указано всего 700 грамм сметаны. Но я люблю, чтобы тортик был хорошо пропитан, поэтому буду использовать больше. Можете использовать по стандартному рецепту. Дело ваше. Все это взбиваю до растворения сахара. Особо не добиваюсь пышности, потому что эта сметана очень много питается в коржи. После того, как все наши коржи порезаны, они такие вот очень красивые эти рулетики, можно начинать сборку тортика. Это самое интересное и самое красивое. Внизу немножечко промазываю кремом. Собирать буду в разъемном кольце, так намного удобней. Либо можете в какую-то кастрюльку, либо пленкой ее застелить, и потом перевернуть тоже будет очень неплохо. И выкладываю довольно плотно наши рулетики. Выкладываю их в разнобой, чередуя так, чтобы рядышком не было одного и того же цвета. Здесь как раз очень удобно. По вокруг я ставлю самые большие, такие самые толстые рулетики, а в серединку уже заходят такие самые маленькие с краев, там, где у меня просто они влазят, чтобы не было много пространства. Вот такая вот красота у нас получается. Я буду тортики еще пропитывать. У меня здесь где-то будет 250 мл кипятка, столовая ложка сахара, чуть больше, наверное, полторы столовых ложки сахара, и немножечко цитрусового ликера. Хорошенько пропитываю. Опять же, это только потому, что я люблю хорошо пропитанные тортики. Можно не пропитывать и остановиться только на сметане. Где-то четверть сметаны выкладываю на этот корж. И начинаю утапливать в эту сметану остальные наши рулетики. Красота такая получается просто очень красиво. А пахнет это вообще безумно. Это пахнет орехами, это так вкусно пахнет. Я бы сказала, это пахнет Рождеством. Вот так вот мне ассоциация такая очень новогодняя, зимняя. Я вот очень люблю вот этот тортик с сухофруктами. Не забываем пропитывать. У меня здесь разъемное кольцо сейчас на 21 см я его расставила. Потому что хочу, чтобы тортик был высокий. Именно как трухлявый пень. Вот, то есть, чтобы он был высокий. Если вам не принципиально, чтобы тортик был высокий, ставите на 24 см и у вас будет в три яруса. У меня здесь четыре яруса тортик получился. Вот четко мне хватило. Буквально даже там пару кусочков у меня осталось лишних. Оставляю тортик пропитаться. Минимум на пару часов я оставила на ночь. Затем начинаю заниматься уже боковым кремом, который у меня будет сбоку шоколадный. Буду туда использовать еще 200 грамм сметаны. И также нам понадобится 40 мл молока и 10 грамм масла, которое мы подогрели в микроволновке до хорошо такого горячего состояния. И добавляем сюда шоколад. Хорошенечко перемешала. И отставляю на минутку, после чего у меня шоколад прекрасно соединится с молоком и маслом. Буквально вот минутка. И получается красивая однородная масса, которую мы отставляем на пару минут, чтобы она остыла и была не очень горячей. Начинаем взбивать сметану с сахаром. Вот такая вот красивая она плотная получается, за счет того, что она отвешенная. Добавляем шоколадную массу с молоком. И быстренько это все взбиваем. Получается красивый шоколадный крем, который пойдет у нас на боковушке. Буквально минута дела, и боковой крем у нас тоже готов. Достала я тортик из кольца. Он такой красивый, плотный, хорошо стоит, отстоялся. И начинаю обмазывать шоколадным кремом. Особо не старайтесь его выровнять, потому что нужно сделать такую текстуру коры. Обычно я делаю это просто похлопающими такими движениями ножа. И верхушечку здесь не принципиально, здесь можно обычным шоколадом, либо остатками крема вот такие вот всякие кружочки сделать, чтобы было похоже именно на дерево, на срез. Поставлю здесь такие красивые грибочки из шоколада. Просто остатки крема отсаживаю шоколадного. И наверх поставлю шоколадные капельки. Это будут такие миленькие маленькие грибочки. И собственно все. Можно разрезать наш тортик и пробовать. Он безумно красивый получается в разрезе. Удивляет всех гостей. Очень яркий, очень такой необычный у него вкус получается. Очень насыщенный. Сюда можно добавить немножечко корицы к изюму. И он вообще будет безумный. Я уверена вам должен понравиться этот рецепт. Не забывайте конечно же поставить палец вверх. А я вам желаю удачной выпечки. И с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok